За 25 минут депутаты городского совета обсудили и приняли решение по семи вопросам. Тему продолжит Лариса Панина. Пожалуй, в этом году это было самое короткое заседание городского совета. И тем не менее, вопросы, вошедшие в повестку дня, являются очень важными для города. Начали с внесения изменений и дополнений в устав. Их суть – приведение в соответствие с федеральным законодательством, за исключением статьи 30 о председателе Совета депутатов. Его предлагается избирать открытым или тайным голосованием на первом заседании Совета нового созыва. В предыдущей редакции устава выборы проходили тайным голосованием. Я хочу заступить внимание. Речь идет о проекте изменений и дополнений. То есть мы сегодня голосуем за то, чтобы этот материал вынести на обнародование. Решение было принято при двух воздержавшихся. Проект изменений будет опубликован в газете «Лобня», вынесен на публичные слушания, которые пройдут в конце августа. Предложения горожан принимаются в комнате 219 администрации города или по телефону 495-577-01-56 в будние дни. Депутаты внесли изменения и дополнения в два положения – о муниципальном жилищном контроле на территории города и о порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления, муниципальные предприятия и муниципальные учреждения города. Они приведены в соответствие с федеральными законами. Положение о муниципальном регистре нормативных правовых и правоприменительных актов города Лобня единогласно было признано депутатами, утратившим силу. Новое положение о порядке предоставления сведений для введения регистра муниципальных нормативных правовых актов Московской области поручено разработать администрации города и утвердить. Еще один вопрос заседания – внесение изменений и дополнения в положение о муниципальном земельном контроле, которое также приведено в соответствии с законодательством. Сейчас по окончанию работы Государственной думы, наверное, знаете о том, что было принято более ста законопроектов, которые изменили ряд положений. И мы сейчас пытаемся тоже внести все эти изменения в наше положение, чтобы наше положение соответствовало федеральному. И мы сегодня вносили изменения в связи с тем, что изменяется законодательство. Законодательство идет на сокращение всевозможных сроков проверки, правил проверки, контроля за проверками. И сегодня мы внесли в свое положение именно эти изменения, что значительно сократит время, которое предприниматели будут тратить на ответы проверяющим во время этих проверок. Это одно из положений, которое должно облегчить жизнь наших предпринимателей и малых предприятий, микропредприятий. Это все о том, о чем говорит наш президент, о сокращении давления на бизнес, на бизнес-сообщество. По устоявшейся доброй традиции, по окончании заседания председатель городского совета поздравил депутатов, чьи дни рождения пришлись на июль. День заседания совета совпал с днем рождения Алексея Шевцова. Депутаты наградили своего коллегу бурными аплодисментами. Лариса Панина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова